блин ребята паровоз смотрите седьмой паровоз стал я просто зажимаю подымаю есть а кораблик у меня там на точке прямо точки стоит что вы понимали ребят окормить я буду вот таким жиром смотрите пшеничка кукурузка и горох добавившись пшеницу вот видите белая пустила такое молоко как эти это на амура там все такое пятно будет просто жестко все погнали сбор до катушечку ребят чтоб ничего не говорили вот так раз комарики тюбрики уже начинают кусаться хух ребята последний последний завоз у меня был успел я до темноты ребят вот такой закат видите на камере еще наверно темно еще темно но на самом деле еще не темно еще такой закат прекрасный у нас да ты шо прелесть культик разродился надо батарейки менять оба 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 есть 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 ночная поклевка сход прикиньте прикиньте сход вот это паровозище это паровозище ребята это паровозно Блин, такое паровозище, просто с просонью открываешь глаза и там уже свистит катушка. Не больше минуты надо на все про все. Выбежу, добежать резко подсечка и сразу же отбегать назад на метров двадцать и нахрабом тащить нашего карпуху. Блин, не дай бог сход. Ребята, сход, да? Привязал, ребят, крючок, блин, что-то не досмотрел, но такой тупой, блин, крючок вообще такой, ой, короче, капец. Из-за этого исход, обидный второй исход. После этой рыбалки перевяжу, переделаю. Это не дело вообще, потерять две поклевки и за крючком. Будешь попробовал. Отличный, классный, с поводочницы достал. Ну, видимо, не то, что много рыбы я на этот крючок вытяну, а то, что именно трофейная, ребят. Когда вытягиваешь трофейную рыбку, то это хуже, чем вытянуть там 10 карпиков, килушек там, иначе. Пловодность у нас увеличилась, крючочек очень легенький, что придется аж все подрезать. Видите, простояло два часа, нет, четыре часа простояло. И не впитал вообще, вообще не впитал воду. Так что, еще и подрезку надо делать. Так, что у нас получилось? Вот такая красотулька, вообще, чётенько. Ну, пришлось подрезать. На улице прохладно так. Есть, опять же, поклевка на ту же самую удочку, ребята. На ту же самую удочку, здесь паровоз еще уже очень-очень. Ну, зацепа нет, ребят. Блять, нет зацепа. Крючок поставил, Овнер. Первый номер, но он не засыпает. Не засыпает. Не засыпает, прикиньте. Ребят, ну блин, паровоз за паровозом. Поклевка за поклевкой. Четвертая, пятая поклевка. Ну, шо не так? Уже утро. Ночью у меня было четыре поклевки, ребят. И шо тут? Ну, ну, и бросила. Пик-пик, пик-пик, и всё. Закончились крючки у меня Брайан. И всё. Самозасекающиеся крючки. И больше у меня засечек нету. Вот это пик-пик или паровоз, подсечка. Ничего нету. Это уже крючочек U-Line. Нету. А шо за беда? Крючочек U-Line и нифига. Поклевка через 30 минут. Пять поклёвок, ребята. Пять поклёвок. Пять поклёвок. Блин, ребята, паровоз, смотрите. Седьмой паровоз встал. Я просто зажимаю, подымаю. Есть. А кораблик у меня там, на точке, прямо на точке стоит. Чтобы вы понимали. Сейчас отправим его на раз-два-три. На третью точку. А сами отходим. Исход сразу же. Сход, ребята. Почему? Всё. Рыбы нету. Ой-ой-ой. Такой рыбалки ещё, ребята, не было. Встаю и думаю. Ну, был Амур 8-800. 9 килограмм был. Поводки выдерживали. Всё отлично. То есть, шо, сейчас получается килл 15, рыба. Потому что 11 на разрыв. Поводочек 11 на разрыв, ребят. Дистанция 232 метра. Ещё ж дистанция работает. Или дистанция не работает. Она работает только на леску. То, что есть растяжимость. А на поводок, наверное, не работает. Там рыба, если голову именно бам-бам, влево-вправо дёргает, то она просто отрывает его. Ну, я не знаю. Получается, ну да. На поводок не работает, наверное, растяжимость. То, что там 200-300, хоть 400 метров будет. Поводок идёт 20 сантиметров. И потом идёт вертлюжок. То есть, уже какая там растяжимость? 20 сантиметров всего лишь. И идут рывки. Если головой, это Амур. Если это все Амуры были, то это головой. Так бам-бам, отрыв. Бах-бах, отрыв. Но десятку, считай, я вытягивал. Ну, значит, получается, покрупнее рыба подошла на точку. Напишите ваши комментарии. Этот ролик я обязательно выложу. Так как было 8 паровозов, 8 поклёвок. Но я не взял ни одну рыбу. Хотя перед этим на этот же поводковый материал. С этими же даже крючками. Крючки я уже перевязал, чтобы остренькие. Были классные. Чтобы пробивалось. Грузы поставил 120-й. Чтобы наверняка было самозасекание. И я ловил этот поводковый материал. И пробовал его на разрыв. Не рвётся. Напишите ваши комментарии. Что да как. Может, какой-то совет дайте, пожалуйста. Я просто в растерянности. У меня такого никогда не было. И чтобы именно так много. Ну, было там 2-3 схода максимум за сессию. Ну, чтобы 100% сходы. 8 поклёвок и 8... Нету рыбы. 8 сходов. Точнее, не сходов. Сходов было пару штук всего лишь. Пока я не переставил крючки. Но в дальнейшем это обрывы были. Ребят, вот на этом и всё. Рыбалочка наша подходит к концу. Всё, я уже собрался. Загрузил машину. Сейчас я вам покажу. Вот так это выглядит, ребят. Загрузился. Всё сложил. Всё чики-пики. Скажу так. В карповой ловле я больше 5 лет. Где-то 6, может даже 7 сезон. Я рыбачу. Но вот именно чтобы так. Чтобы так меня просто рыба унизила. Это первый раз мой. Но будем на опыте. Будем что-то предпринимать. Будем экспериментировать. Не знаю. Может это за крючков. Брайан у меня закончились крючки. Четвёртый. Номер двойка. Хаябус тоже закончился. Использовал японскую классификацию. Это Микада. Юлайн. Ну, что-то мне они не зашли. Просто. От слова совсем. Юлайн. С тефлоновым покрытием. 150 гривен пачка. Короче, не особо дешёвые. Но не зашли. Грузики. Грузики поставил я. Стояли 80-50. Но перед этим же я ловил на 80-50. Но крючки у меня были Брайан и Хаябус. К1, П1 были. Ровные и с изгибом. Я думаю, нет. Всё-таки проблема в грузике, наверное. Не в крючках. Крючки же новые. Только вот поставил. Блин, пробую острые. Поставил 120-й груз. Услышал. Был паровоз такой жёсткий. Потом подсечка. И я почувствовал. Рыба была именно. Гзи, 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 гзи. Оп, бум. Сход. Но это был не сход. Потом посмотрел. Начали просто рваться. Секунду через 15 после подсечки. Поводки. 11 на разрыв. Там 11 с копейками килограмм на разрыв. И они просто рвались, ребят. Возьму всё-таки я свои Брайан крючочки и Хаябус. Это крутые крючки. Я вам скажу. Рекомендую. Реально. Ребят, а я с вами не прощаюсь. Я просто говорю вам до свидания. Если можно, конечно, поставить сейчас на паузу. И снизу кнопочка подписаться. И пальцы вверх. За труд. За 8 поклёвок. Будем что-то думать. Предпринимать. Я с вами не прощаюсь. Говорю вам просто до свидания. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова